мы говорим и демонстрируем что даже для тех кто хочет пригрузить интернет я могу перевернуть мою любимую картинку full hd а если есть желание то и в 4k и вот тогда вы грузите ваш интернет просто зачем стандарт рулил рулит и будет рулить главное как снять а за мою историю с 1984 года я снимают так как могут снимать ну максимум 5000 человек в мире а смонтировать а написать это максимум 1000 человек не более того я не самый крутой есть круче но делиться навыками вот в чем наша суть суть другая почему коммунизм просто смысл библии как и смысл коммунизма 1 нам деньги не нужны деньги это мусор а на мусоре есть гнойники банки и те кто за чужие деньги напрягают тех кто не задорого мог бы получать большее от компа вы не доезжаете дойдите до сути весь материал в интернете и не было бы компьютера вы бы и не смотрели это я про bitcoin говорю капитализм наложился на пандемию коронавируса система капитализма не может справиться только советская система здравоохранения может справиться как бы ну вот такой пандемии а капиталистическая система во всех странах мира не может и об этом именно об этом ну как бы краткая мысль да 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 кто страдает меньше кто меньше китай 2 миллиарда человек вот тебе и принцип коммунизма я про кубу даже молчу везде где здоровье нации присутствует в конституции такие правила были у нас но кому-то захотелось есть пестициды круглый день никакой колбасой и весьма странным алкоголем так вот она россия ладно хоть не полностью разбазарили медицину и военку но вопрос очевиден как не беря кредиты я стал жить по лучшему социалистическому принципу экономика должна быть экономной да деньги брал я помню всех тех кто давал мне без процента всех всех человек от имени божьего илья дал мне на одну хуй дал на треху спасибо ему за это огромное мама папа мамин друг и две мамины подружки вот собственно говоря и все но если бы мы не разрушили ссср можно было бы без процента брать деньги в кассе взаимопомощи вы не знаете а было такое то есть не было ни банков не было налоговой служба была в милиции против варья отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности называлась о бхсс не помните напоминаю доллар у нас равнялся 59 копейкам всегда всегда не знали напоминаю вот это помнят те кто не растерял веру в коммунизм перед тем как пленум обкома начался меня к себе вызвал егоров игорь викторович и надо сказать был очень очень жесткий разговор с нашим лидером коммунистов челябинской области егоров игорь викторович касался он многих вопросов по магнитогорскому отделения ну и итогом этого разговора даже пленум сам пленум задержался минут на 10-15 наверное может быть 20 из-за того что мы с ним очень жестко разговаривали некоторые вопросы согласовывали вот он из-за этого задержка была самого пленума вот итогом стало решены вопросы финансирования вот здесь про профинансирование говорил евгений добром аренда аренды помещений для партийного отделения то есть в режиме вот вот сегодня мы собрались мы заплатили из добровольных взносов до наши средства наличные средства монтагорского отделения то есть такого больше не будет до будут выборы но не мною придумано тот у кого есть телевидение выиграет то есть вы понимаете что можно думать но не доводя до ума других прокакать к слову это не закрытая тарелками европа там не существует для людей федеральных каналов там 1500 каналов бесплатно на тарелку 60 сантиметров ловится вот поэтому там демократия к слову в кпсс была такая демократия что за шмот с телятником человек вылетал легко из кпсс но 30 лет и мы не верим в лучшее прошлое к сожалению опять же у нас мы раздробили свои голоса вот вы знаете вот мы говорим все время грина до объединяться я призываю к этому не важно какое решение принятие вы мы по крайней мере это решение уже приняли нашим движением понятно мы будем поддерживать коммунистическую партию без того будто наши кто-то из наших представителей избираться но тем не менее это единственная парламентская партия которая понятно будет участвовать выбор в госдуму да и это единственная парламентская партия которая нам действительно близка по духу по тем направлениям по тем программам которые приняты как у вас так и у нас данного они я вас уверяю мало чем отличается и понятно что единственная задача которую мы перед собой ставим это конечно отстранение от власти единую россию вернемся ли мы в прошлое я не знаю подонков много для которых машина главное для тех кто живя за счет других верят что только они могут остальные в отстой и мало того они верят свою уникальность говоря про тех кто работает на них что они быдло да я работаю на быдло вашем уме хотя по мнению быдло вы отморозки гнилые вот о чем думают те кто работает сводя концы с концами за мизерную зарплату меньше чем индии и при этом они еще творят чудеса но рано или поздно про вас чмошники такие отморозки гнилые никто не вспомнит сколько у нас царей было и кто лучший но максимум 5 из 250 все уйдут на тот свет только света главного божьего там не будет точнее будет с красными оттенками вы душте россию и место ваше не в раю